привет друзья с вами снова михаил и сегодня у меня для вас очередной обзор перьевой ручки и на сей раз это на мой взгляд очень интересная ручка мало того антикварная эта ручка примерно выпущена в 1910-х двадцатых годах ручка называется waterman 42 честно говоря я очень мало что знаю провод старый waterman и тех лет да но вот эту ручку мне было очень интересно попробовать потому что эта ручка весьма и весьма необычная и так называемый сейф типа вот к сожалению повторюсь еще раз я очень мало знаю про вот такие ручки поэтому подробной информации я вам выдать про нее не смогу значит но мне ручка показалась крайне интересной давайте на нее посмотрим ручка маленькая и ручка маленькая вот так в длину всего 12 сантиметров диаметр миллиметров 11 один из моих коллег все-таки просил меня показывать сравнительные размеры с монгланом 146 все-таки монглан 146 довольно распространенная ручка там много кто их видел представляет их размеры да и вот монглан 146 такая средняя ну чуть может быть крупноватая ручка вот и как видите вот по сравнению с ней монглан 42 совсем совсем маленький такой значит корпус ручки выполнен из ибонита ибо нет вы знаете такая твердая резина хороший материал из него много изготавливали ручки в двадцатом веке но у него есть одна неприятная особенность он от солнечного света немножечко выгорает выцветает начинает зеленеть вот здесь ручка мне досталось мы просто в идеальном состоянии для своих лет значит если вы посмотрите она вся вот в таком вот волнистом узорчики вот наверное колпачки вам видно да очень тяжело показать черное на черном понятно что не очень хорошо видно вот ручка как видите очень простая по форме практически прямая с очень коротеньким колпачком без клипа без клипа тогда клипы редко сразу же бывали на ручках установлены да их можно было докупить отдельно вот все таки очень старая ручка еще раз повторюсь на колпачке вот здесь есть надпись от романс made in usa здесь на барреле есть от романс регистрит юс патент of вот чтобы это значило честно говоря не знаю фаунтан тэн перевая ручка и здесь эта надпись тоже дублируется от романс патент of made in usa вот такая вот ручка да вот так довольно просто выглядит ручка легкая я думаю что вот на все про все грамм 15 еще раз повторю очень небольшая вот а значит как я говорил это сейф теперь сейф теперь надо откручивать исключительно а колпачок с них надо снимать исключительно вертикально первым вверх почему сейчас увидите откручиваем и видим что пирата на ручке и нету первых находится вот там внутри и сейчас это открытое отверстие чтобы заправлять эту ручку нужно взять пипеточку набрать не чернила и вот сюда налить и вот сейчас еще раз повторю это сквозное отверстие в баррель и на обратной стороне есть вот такой вот вот такая крутилка даже не знаю как это назвать рукоятка и вы начинаете крутить вылезает перышко и затыкает дырку и вот после этого ручки пользоваться безопасно значит и вот мы с вами видим довольно небольшое золотое перышко с дыхательным отверстием форме сердечка на нем написано watermans идеал а я вам сейчас попробую показать фотографию этого пера видите золотое совсем небольшое совсем небольшое на обратной стороне ибо нитовый фидер простенькие без канавок без ничего резьба вот здесь впереди то есть как таковой секции нету и если вы берете ручку в руки то вы понимаете что на самом-то деле она совсем совсем даже и не маленькая длины более чем достаточно и из-за того что у нее нету явного перехода между секции баррелем то есть у него сплошной на самом деле баррель держать ее в руках очень удобно вот ничего вам не мешает совершенно в руке лежит очень хорошо прям очень приятненько значит а касательно того что такое сейфти пен друзья честно говоря я сам не очень в теме а вот ручки с выбирающимся пером называют сейфти пен сейфти в переводе безопасный какую безопасность обеспечивает вот такая конструкция пера честно говоря понять я не могу вот и на мой взгляд это не сильно удобно потому что ну во первых у вас какая-то лишняя механика в ручке да во вторых у вас есть вероятность облиться есть места откуда все это может потечь то есть зачем все это было сделано я не знаю но такие ручки такие ручки были популярны в начале двадцатого века их выпускали примерно с 1900 по 1930 годы вот еще раз повторю не знаю если вдруг вы в курсе ну киньте какую-нибудь ссылочку пожалуйста самому правда очень интересно значит вот такая вот ручка да как я говорил я про неё не знаю почти ничего значит давайте попробуем что-нибудь и написать извините друзья очень неудобно писать под камерой я смотрю не на бумагу и смотрю в камеру да поэтому мне совсем странно 42 перо а скорее всего это extra fine то есть совсем-совсем тоненькая пёрышка 14 карат или пятьсот восемьдесят пятая труба золото чернила пеликан и и и и значит и что вам сказать про это пёрышко пёрышко я бы сказал немножко зубастая но при этом оно мягкое то есть это явный совершенно на флекс вот сейчас я ставлю линии без нажима а вот сейчас я нажал без нажима с нажима без нажима с нажима то есть видеть достаточно серьезная разница вот то есть пёрышко явно совершенно склонно к флексу что касается подачи подача я бы сказал такая средненькая да тут правда еще чернила идолштейн который довольно сухие сами по себе ну видите вот подача так себе так себе значит при этом у пёрышко никаких больших проблем я не замечал то есть для столетнего пера пишет очень очень неплохо вот да немножечко зубастая ну не настолько зубастая как могло бы быть мягенькая приятненькая пёрышко вот так что таким образом друзья таким образом весьма и весьма оригинальная ручка сейчас я уберу перо убрал значит также не переворачивая ручку закручиваем колпачок значит весьма оригинальная ручка вот дизайн я не знаю можно ли тут что-то говорить про дизайн или нельзя да потому что она достаточно простенькая но нравится как она выглядит внешне в руке лежит очень неплохо пишет очень неплохо при том условии что этой ручки 100 лет ну по моему замечательно вот что касается цен встречаются совершенно разные цены да где-то все это в районе там 10-15 тысяч рублей вот каждый день каждый день этой ручкой пользоваться точно совершенно не буду но вот для коллекции или для каких-то вот разовых записей до каких-то особых событий я буду использовать с огромным удовольствием еще раз повторю очень интересно да и все-таки вот ручка такая весьма и весьма историческая вот такой обзорчик друзья увидимся в следующий раз пока пока